Ямбург. Имя, данное городу нашему, помазанникам божьим, императорам всероссийским Петром Алексеевичем, и не гоже имя доброе, ничем доселе не оскверненное, другим чуждым нарекать. Из постановления городской управы Ямбурга 1915 год. Уже в 1922 году городу присвоено имя Кингисеп. Добрый день, друзья мои! С вами я, Светлана Тинсон, и мы с вами в славном городе Ямбург, ныне названном городом Кингисеп. Ну вот, давайте порассуждаем. Ямбург или Кингисеп? Мы находимся на площади. Перед зданием городской администрации высится пятиметровая скульптура, памятник Петру Первому. Город очень старинный. Первое упоминание о нём встречаем в 1384 году, когда была основана крепость Ям, и затем город Ям. В результате смутного времени в 1613 году он отошёл к Швеции и вернулся в состав России уже в 1703 году. Вернул его как раз Пётр Первый и дал ему название Ямбург. То есть он вернулся уже с таким анимеченным названием. Ну, мы знаем, что у нас возник Петербург в 1703 году, и также Ямбург. А история вообще города насчитывается с 1384 года. И как же он стал Кингисеп? Два слова о памятнике. Памятник был поставлен в 1920 году при усилии историка, руководителя исторического общества Ямбурга Вадима Арестова на деньги мецената, предпринимателя Бориса Гольденберга, почётного жителя города Кингисепа. Вообще историки этого города, журналисты давно бьются за возвращение ему исторического имени. А это мы проходим по главной улице. Сейчас она носит имя Карла Маркса. Раньше это была большая Санкт-Петербургская улица до революции. И видим здесь памятник пограничникам. Пограничникам всех времён. Вот такой памятник, пограничный столб, пограничник и пограничная собака. Идя дальше по улице, мы встречаем вот такую процессию, женщину с коляской и с такой вот прекрасной собакой, с которой мы познакомились, не могли пройти мимо такого медвежонка. Так, это перед нами сквер ликвидаторов Чернобыльской аварии. Такой вот мемориум. Итак, кто же такой Виктор Кингисеп? Виктор Кингисеп – эстонец, родившийся на острове Сарема в 1888 году. Он был эстонский большевик, который перебрался в 18-м году в Россию, в Петроград, революционный Петроград. Проходя дальше, мы видим сквер, где братская могила красноармейцев, погибших при освобождении города в 43-44 году. И также одновременно это является памятником людям и красным погибшим в 1919 году во время Гражданской войны. Кингисеп очень пострадал во время двух войн гражданской и был полностью, почти разрушен. Он трижды переходил от белых к красным и назад. И во время войны здесь не оставалось камня на камне. В основном вся историческая застройка сохранилась только вот на главной улице Карла Марта. Вот как раз мы сейчас проходим остатки, то, что осталось от исторических зданий. Это казармы пехотного полка 146-го. Вот мемориальная доска, об этом нам говорится. Казармы 146-го пехотного царицынского полка. Охраняются государством. А посредине вот этих зданий, вот они, такой подковой, манеж, манеж пехотного полка. Сейчас в этом манеже расположена спортивная школа. Красивое такое здание. А это здание, к счастью, реставрируется, видимо. Потому что, к сожалению, видите, тут вандалы постарались, вероятно, юные. Это здание, которое не ценит нашу историю. И вот дальше мы видим, что здания в таких строительных лесах, значит, они реставрируются. До революции ведь половина населения города, половину составляли военные. И вот мы выходим к площади. Дальше у нас будет река Луга. И смотрим на великое творение Антонио Ринальди, итальянского скульптора, очень известного. Он построил очень много зданий, дворцов в Санкт-Петербурге. Например, мраморный дворец. И вот здесь вот в уездном городе Кенгисеппе по велению Екатерины II был построен Екатерининский собор. Собор имени Екатерины Великомученицы. Строился он 25 лет. И во время Великой Отечественной войны он был почти полностью разрушен. Восстанавливался после войны 14 лет. Сейчас вновь идёт реставрация. А это могила партизан. Здесь захоронено 78 человек. Вот такой памятник, который был сооружён в 1958 году. На возвышение ступени идут. Дальше мы видим такого партизана в ватнике с автоматом, в сапогах. Очень хороший памятник. И фамилии погибших. Ну, пьяный считал 31 фамилию. Ну, якобы здесь 78 человек. Это партизанский край. Кингисепп, Кингисеппский район – это партизанский край. А мы сейчас находимся в летнем саду города Кингисеппа. Летний сад расположен вот именно в месте бывшей крепости Ям. Вот именно тут стояла эта крепость. И вот эти валы, рвы – сейчас они водоёмы, озёра. Сейчас мы погуляем и увидим по парку. Парк очень хорошо реставрирован. Везде указатели. Вот вся история описана крепости. Мы считаем о том, что крепость основана в 1384 году. И уже в 1395 она подверглась осадой шведов. И в 1444-1448 осада ливонцев. Конец 16-го, начало 17-го и весь 17-й век – это шведы. Она была под шведами. И во второй половине 18-го века крепость полностью утратила своё стратегическое значение. И была, в общем-то, разобрана. Вот пруды – это как раз бывшие рвы. Далее впереди у нас музей, краеведческий музей города Кингисеппо. До революции – это вот мы видим указатели, какие сейчас выставки. Вот сейчас проходит выставка «Быт Ямбурсов» конца 19-го, начала 20-го века. Вот так он выглядел, этот музей. До революции это было коммерческое училище, Ямбурское коммерческое училище. После революции школа. Здесь учился, вот мемориальная доска гласит о том, что учился герой Советского Союза. Опять мы смотрим на Екатерининский собор и гуляем по летнему саду. Вот впереди мы видим фонтанчик, такие пруды с лебедями. И продолжаем рассказ о Викторе Кингисеппо. В России он командовал не так долго, но делал на дел достаточно много. Он был членом ВЧК, заседал в рефтрибунале, то есть руководил репрессиями. Причастен к смерти, вернее подписал смертный приговор капитану Алексею Частному, который спас весь Балтийский флот. Но это отдельная история. За его подписью смертный приговор Фани Каплан. Ну, по тем временам Каплан, она, конечно, эсерка Каплана, покушение на вождя Владимира Ильича. Но много-много он причастен к репрессиям русского народа. И в том же 1918 году, в конце, он был отправлен партией для подпольной работы в Эстонии. Но в Эстонии побеждает буржуазная революция, и она становится отдельной страной, получает независимость. И в 1922 году эстонская полиция арестовывает Кингисеппа и расстреливает его на месте без суда и следствия. И тут же он делается такой сакральной фигурой революции. Ведь эстонских революционеров было не так много. Его делают таким мучеником революции. И называют приграничный с Эстонией город его именем. Город, к которому он не имел никакого отношения и никогда здесь не жил и не был. После того, как Эстония становится частью Советского Союза, то есть она стала республикой, и в 1952 году его родному имени город Курисари, Насарема, в Эстонии тоже назван его именем. Именем Виктора Кингисеппа. И так какое-то время, довольно длительное, было два города Кингисеппа. Один в Эстонии, и второй в Российского сада. Мы переходим на улицу Жукова. И вот опять мемориальная доска. Всё, всё связано с Великой Отечественной войной. Каждый камень этим дышит. Здесь говорится о том, что 1 февраля 1944 года город Кингисепп был полностью освобождён от гитлеровских захватчиков. И столице нашей родины, городе Москва, было произведено 12 артиллерийских залпов. Так, уже в 1988 году эстонцы вернули своему городу имя Курисари, то есть переименовали. Для эстонцев это скорее антигерой. Да не скорее, а это антигерой Кингисеппа. Рассказ. А мы продолжаем ходить по современному, очень красивому городу, посещать торговые центры, магазины. А вы послушайте далее. Кингисеппа не стало. Но, вероятно, в России остался жить его сын Сергей Кингисепп, потому что все должности лейтенант Кингисепп занимал в России. Продолжаем ходить по улице Карла Маркса. И вот что увидели. Вот такая стелла. Появилась она здесь недавно. Я вижу её впервые. Эта стелла поставлена в честь того, что городу присвоили звание города воинской доблести. Город воинской доблести Ленинградской области. За его подвиги, за подвиги партизан и освободителей города красноармейцев. Итак, Сергей Кингисепп, он тоже занимал должности, был лейтенантом вот в этих всех силовых структурах. И в 40-м году, когда Эстония была присоединена к Советскому Союзу, был направлен, опять-таки, на работу в Эстонию, где он руководил массовыми репрессиями, так же, как его отец, эшелонами, высылал эстонцев за Урал. На Урал, за Урал. То есть, фермеров, крестьян, как он считал, неблагонадёжных. Уже в 41-м году он погибает. Боржа, на который едет вот всё это руководство, каким-то образом потоплено в Балтийском море. Все они утонули. Сергею Кингисеппу было на тот момент 25 лет. Вот такие вот отец и сын Кингисеппы. Это современный такой торговый центр Ребус. Что же Россия? Чем же так им полюбился этот революционер Кингисепп? Ведь было провалено два референдума, которые были именно по возвращению истинного имени. Референдум 1993 года и 2018. Ну вот 2018 было ведь совсем недавно. Так, это мы заезжаем в торговый центр Вимас. Уже на выезде из Кингисеппа. Посёлок Кингисеппский тут. Все вот эти такие магазины строят в стороне от города. Провалено два референдума. Население города дружно продолжает голосовать за сохранение названия Кингисепп. Что ж такое? Почему не знают историю? Почему не учат в школе краеведения? Очень всё просто. На бытовом уровне объясняется это просто. Привыкли. Как я уже сказала, город был весь разрушен во время Великой Отечественной войны. Население было угнано. Много очень людей в Германию. В том числе вот мои родственники, тётка и её дочь, моя двоюродная сестра. Затем они были возвращены опять в свой родной город. Но их многоквартирный дом, где они жили, был разрушен. Ну, в общем, там целая история была. И вот начинается расцвет после войны Кингисеппа. Начинает строиться предприятие «Фосфорит». Приезжают люди со всех концов Советского Союза. Они приезжают строить, восстанавливать город Кингисепп. И ничего не хотят знать о каком-то яломе, о каком-то... Мы покидаем Кингисепп, уезжаем. До свидания, Кингисепп. Мы вернёмся к тебе ещё не раз. Этих людей можно понять, в общем-то. Но я думаю, что пройдут годы, и историческая справедливость всё-таки восторжествует. И город получит его историческое название – Янбург. Какое-то время всё восторжествует.